Привет, друзья! Сегодня разберём песню с названием «Над облаками», которую исполнил Леонид Ермольник. Сыграем её в тональности «Ме минор», сыграем вступление к куплет «Припел» и я подробно расскажу, что как играть. Итак, приступим. Если в городе твоём снег, Если меркнет за окном свет, Если время прервало век, И надежды на апрель нет. Если в комнате твоей ночи Притаялся по углам мрак, Нету сил его прогнать прочь, Позови, я расскажу, как. Над облаками поверх границ Ветер прильнёт к трубе И понесёт перелётных птиц Вдаль от меня к тебе А над городом живёт Бог Сорок тысяч лет, и всё сам. И, конечно, если б он мог, Он бы нас с тобой отдал нам, Но сойдёт с его лица Тень, И увидит он, что я прав, И подарит нам один день В нарушении всех своих прав, Для начала разберём по традиции аккорды. Первый ми минор, Четвёртая, пятая струна на втором ладочке. Басовые нотки сразу буду говорить. Шестая, пятая, четвёртая, потом пятая. Когда будем играть боем. Вот так. Следующий ля минор. Первая открытая, вторая на первом. Третья, четвёртая на втором. Басовая, пятая, потом шестая. Можно играть пятую, потом четвёртую. Будет аккорд ля минор шесть. Мизинчиком добавляем первую струну на втором ладу. К ля минору. Добавляем струну. Понятно. Дальше. Си мажор септаккорд. Первая, третья, пятая на втором. Четвёртая на первом. Басовая, пятая, потом четвёртая. Также си мажор септаккорд. Мы можем взять баррэ. Баррэ на втором ладочке. Вторая и четвёртая на четвёртом. Басовая, пятая, потом шестая. Или пятая, потом четвёртая. На ваше усмотрение. Дальше аккорд. Ре мажор септ аккорд. Первая, третья струна на втором ладочке. И вторая на первом. Басовые струны. Четвёртая, потом пятая. Есть. Дальше аккорд соль мажор. Первая, шестая на третьем ладу. И пятая на втором. Басовая, шестая. Потом четвёртая. Будет аккорд соль мажор септ аккорд. Первая струна прижимается у нас не на третьем ладу, а на первом. Прижимаем указательным пальцем на первом ладочке. Басовые остаются те же самые нотки. С басовыми нотами. Шестая и четвёртая. Прижимаем пятую на втором. И шестую на третьем. Есть. Дальше фа диез мажор. Барре второй лад. Третья струна на третьем. Четвёртая и пятая на четвёртом ладочке. Басовые струны шестая, пятая. Можно чередовать тоже. Шесть, пять, четыре, пять. Можно так. И заключительный аккорд до мажор. Первая открытая, вторая на первом. Третья открытая, четвёртая на втором. Пятая на третьем. Басовые нотки пятая струна, потом четвёртая. Четвёртая. Если хотите, можете играть пятую и шестую. Вот с аккордами понятно. Разберём бой. В первом куплете играется произвольно. Так сказать, на чувство. Вот так. А когда бой начинается, мы играем бой в три четверти он идёт. Играем раз. Значит, бас. Давайте на аккорде ми минор. Играем шестую. И играем щепком. Нижние три струны. Первая, вторая и третья. Три пальца, три струны. Мизинцем я не играю здесь. Получается, если медленно. Раз, два, три. Два мы пропускаем. Если обычный вальс играет. Раз, два, три. В нашем случае мы вторую долю пропускаем. Играем только первую и третью. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Вот так. Разберём вступление. Ставим аккорд ля минор. Играем одновременно пятую и третью струну. Дальше вторая. Потом четыре, три, два, один. Когда играем первую струну, прижимаем её на третьем ладу. Ещё раз медленно. Дальше аккорд си. Септаккорд. Играем бас пятую. Потом первая, вторая, третья и четвёртая. И пятая. Дальше играем открытую первую. И накрываем шестой струной. Потом три, два, три, два, один. Вот так. Понятно. Вот в принципе все сложности в песне. Пробуйте, у вас конечно всё получится. Всем желаю успехов. Пока.